Будь готов, всегда готов. На этой неделе стало известно, куда, зачем и на что. Бюджет решил выделить целых 19 миллиардов рублей. Вы, наверное, подумали про спецоперацию. И я бы тоже так подумала, особенно учитывая комментарии Медведева, который в четверг заявил, что страна наша сейчас живет в режиме все для фронта, все для победы. Но, как оказалось, все да не все. Это «Вести без Киселева», совместный проект канала «Фирма Акмедиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, 19 миллиардов рублей – это средний годовой бюджет Калмыкии, то есть целого региона и за целый 12-месячный год. Но что в этом такого, спросите вы, а я вам отвечу. На этой неделе стало известно, что ровно столько миллиардов государство выделило на развитие отечественной пионерии. Да-да-да-да, это те самые дети, которые составили молодежное движение первых. Правда, это название сильно резануло слух президента, и он предложил переименовать этих первых в обычную пионерию. Ну, типа так и понятнее, и посолиднее. Председатель правления товарищ Гуров согласился и протянул президенту руку, но не помощи и даже не для приветствия. А для чего? А правильно, для того, чтобы жить лучше. Но не всем, а только пионерии. Из 19 выделенных 10 миллиардов пойдут в регионы, 2 миллиарда на гранты, еще 4 на обеспечение работы Центрального аппарата молодежного движения. И все вроде бы правильно, но на деле, а сколько из этого достанется самим пионерам? Ну, не в смысле в руки, а на различные мероприятия, которые смогут повысить уровень патриотизма, не привлекая детей в политику и спецоперацию. Честно говоря, плохо представляла себе программу молодежного движения, пока не зашла на их официальную страницу во ВКонтакте. И знаете что? Там всего 600 с небольшим тысяч подписчиков, и каждое второе движение у первых связано со спецоперацией, ну или, как называет это современная пионерия, с воспитанием будущих защитников Отечества. Так если пионерия это вторая армия, то зачем нам тогда юнармия, которая имеет схожие цели, бюджет и инструменты воспитания? Нет, вы не подумайте, я вовсе не против, чтобы у детей была интересная жизнь. Скорее даже за, но с несколькими оговорочками. Во-первых, дети должны развиваться разносторонне, а не только уметь ловить руками дроны. А во-вторых, прокуратура должна, да нет, просто обязана проводить хотя бы ежеквартальные проверки по целевому расходованию средств. И если все окажется прозрачным, и я не буду в очередной раз восклицать опять спионерили, то бог с ними, пусть будет 19 миллиардов. Но вот фраза Медведева, все для фронта, все для победы, в этой связи все равно звучит угрожающе. А между тем, на этой неделе в России неожиданно заговорили о снижении численности пенсионеров. Стремительно приближаться к нулю старшее поколение начало с января этого года. И за шесть месяцев потеряло в своих рядах более 400 тысяч человек, достигнув минимума 2014 года. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Потом, правда, произошла небольшая реабилитация, но ненадолго. В 2019 с увеличением пенсионного возраста был вновь запущен флешмоб «Доживи до пенсии», сокративший количество пенсионеров сразу на 300 тысяч человек. В 2020 это количество увеличилось почти вдвое, а в 2021 втрое. Отрицательный рост, как он есть. И вот новый рекорд, результат которого мы ощутим уже в начале следующего года. Но, как говорится, кто не падал, тот не поднимался. Тем более, что впереди у нас новые пенсионеры. Правда, молодые и с боевым опытом. Но надо же кем-то закрывать пенсионный провал. И явно не в памяти. Вы меня, конечно, простите, но я не могу не вспомнить наших любимец. Тех самых, которых с каждым разом становится все меньше и меньше. Видимо, их здравые дети начинают понимать, что выступления родителей – это уже не просто рофл, а настоящий кринж. На этот раз отряды Путина решили ответить Моргенштерну, который собрался вернуться в Россию. Отряды Путина. Услышали тебя, Моргенштерн? Что там у тебя в Америке? Ничего не получилось. И не получится. Нахер ты там не нужен никому. Поздно, Алишерка, поздно. Хотя, если честно, на что отрядам Путина и стоило бы обратить внимание, так это на то, как и почему в России пачками оправдывают наркотических контрабандистов. На ушедшей неделе суд Москвы посчитал обвиняемых в доставке полтонны наркотиков в Россию невиновными и оправдал четырех из них. Повесить все грехи организованной группы лиц судья решил на пятого, но тоже освободил его в зале суда, потому что типа тот уже отсидел свой срок в СИЗО. А знаете за что? А за незаконное пересечение российской границы. Ну потому что обвиняемый гражданин Литвы. И ни слова о наркодилерстве. Хотя изначально обвинение состояло из 270 томов и предполагало пожизненное лишение свободы для всех фигурантов уголовного дела. Но что-то пошло не так. И все 6 лет 230 опрошенных человек, 50 обысков и 150 экспертиз оказались совершенно бесполезными. Обвиняемые получили право на реабилитацию и материальную компенсацию. Не буду ничего утверждать, но то ли сила отката подействовала, то ли вмешались высокопоставленные чиновники. Да только правосудие перед этим оказалось бессильным. И в очередной раз подтвердило цитату из полюбившегося нам фильма Гайдая. Жаль только, что работает она исключительно на то, о чем говорил антибиотик в бандитском Петербурге. Для всех остальных уголовное преследование и тюрьма за мнение, лайк, пост или репост. Ну или, если не решетка, то свинец и взрывное устройство в шасси самолета. Кстати, подробнее о том, почему Пригожин жил, жив и будет жить, я уже рассказала в своем первом выпуске новостей. Увидеть которые вы сможете только на канале РМАК Медиа. Переходите по ссылке в описании и мы точно не потеряемся. А между тем, в России на этой неделе власти решили начать подкладывать себе соломку к предстоящим выборам. Сотрудникам железной дороги, например, предложили заполнить самую простую и типичную анкету на лояльность президенту. Причем, судя по вопросам, ответы нам как бы не только намекаются, но и даже бросаются в глаза. Так что шансы проголосовать за кого-то другого Владимир Васильевич железнодорожникам не оставил. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Васильевич, президент Российской Федерации. Хотя лично я вообще не понимаю, зачем в России выборы. Ведь мы уже не раз и на деле подтвердили, что важно не то, как проголосуют, а то, как посчитают. И вот эти вот их намеки на нужного кандидата не имеют абсолютно никакой силы. Ну, кроме финансовой. Должны же те, кто стоят у руля ЦИК, хоть как-то зарабатывать. Кстати, о заработках. Патриотизм нынче тоже в цене. В цене билета на концерт певца-шамана. 9 сентября на Газпром-арене должно состояться, цитирую, долгожданное шоу одного из патриотически настроенных деятелей. Но вот незадача. До концерта две недели, а билеты как лежали в кассе, так и остались грузом 200. Поэтому власть имущие решили пойти другим путем. И если вы думаете, что этот путь идентичный выборному, ну то есть собрали всех бюджетников и автобусами привезли к арене, то вы ошибаетесь, потому что путь этот финансовый. На этой неделе стало известно, что в Петербурге местных чиновников заставляют покупать билеты на шамана принудительно. Четыре муниципалитета как минимум уже сдались и приобрели по две сотни патриотических проходок на мероприятие. Цена, судя по заявке на госзакупках, начиналась от 600 рублей и достигала 1300. В исключительных случаях и 1600 рублей. Но зал арены по-прежнему оказался не заполнен. То ли патриотизм у нас такой, то ли с шаманом что-то не то. И это при том, что, по словам Пескова, даже сам глава государства одобрил любое творчество, посвященное спецоперации. Ммм, так может в этом-то и проблема, потому что это же голова одобрил. А вот народ, похоже, нет. Но, надеюсь, это не помешает нам и дальше оставаться такими же активными и неравнодушными гражданами своей страны. И пусть мы не слушаем шамана, зато мы слушаем свое сердце. А оно нам подсказывает, что этот выпуск новостей подошел к концу. Ну а мы увидимся с вами ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok